Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Больше по-прежнему только в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Общее число заболевших ковидом в регионе с начала пандемии – 127 579 человек. Такие данные в среду опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 766 человек. Всего с начала пандемии из больницы выписались 98 795 пациентов. В Самаре продолжают устанавливать рециркуляторы в общественном транспорте. Ранее на маршрут вышли 7 трамваев и 3 троллейбуса, которые оснащены рециркуляторами. А в эту среду обеззараживатели воздуха установили в метро. Позаботились как о пассажирах, так и о работниках подземки. Максим Магомедов выяснял, где установлены приборы и как они работают. Станции Самарского метрополитена оснастили устройствами для обеззараживания воздуха. Установили не менее трех комплектов на каждой станции, а всего 36 аппаратов. Теперь приобрести жетон или пополнить транспортную карту в зоне самообслуживания можно без риска для здоровья. Рециркуляторы должны защитить пассажиров от заражения коронавирусом и другими респираторными инфекциями. А для безопасности сотрудников метрополитена устройство разместили в помещениях КАС и комнатах дежурных по станциям, где ежедневно бывают сотрудники метрополитена. Места установки выбрали не случайно. Это помещение, где происходит наименьшая циркуляция воздуха. Поэтому его обеззараживание – необходимая процедура с учетом осложнения санитарно-эпидемиологической ситуации. Мы в кратчайшие сроки произвели закупку и на настоящий момент установили на всех станциях рециркуляторы, которые мы подразумевали устанавливать в разных зонах в зависимости от потребностей и наших сотрудников, и для обеспечения безопасности пассажиров. Мы не стали размещать их в зоне ожидания и в самих поездах, из-за того, что там циркуляция воздуха очень большая. Естественным путем происходит из-за того, что во время движения поездов воздух обменивается и в самих вагонах, и на платформах по нескольку раз в короткие промежутки времени. Рециркуляторы – дополнительная мера защиты там, где это необходимо. Комплекты отечественного производства. Воздух при помощи вентилятора поступает внутрь корпуса, где дезинфицируется дуговой ультрафиолетовой лампой высокой производительности, после чего снова подается в помещение. Срок службы лампы во всех рециркуляторах – 12 тысяч часов. На фронтальной части устройства находится счетчик времени ее работы, поэтому сотрудники всегда смогут вовремя произвести замену. Рециркуляторы включаются в начале смены и работают на протяжении всего времени, пока осуществляется перевозка пассажиров. И даже дольше. Перерыв в работе аппаратов делают лишь на некоторое время ночью, когда на станциях количество сотрудников минимально. Специальная конструкция корпуса и особая форма вентиляционных отверстий исключают риск распространения ультрафиолетового излучения в помещении. Таким образом, устройство полностью безопасно для человека, животных и растений. Мощность рециркулятора варьируется от 60 кубометров в час до 200 кубометров в час в зависимости от того, в какой зоне устанавливается рециркулятор. Все рециркуляторы, которые мы устанавливаем, они снабжены соответствующими сертификатами. Они все прошли тот государственный контроль, который необходим для установки этих приборов. Действенность этих приборов подтверждена соответствующими лабораторными испытаниями. Эффективность работы рециркуляторов подтверждает и пассажирка метро Раиса Самойлова. Она медицинский сотрудник. Говорит, на работе установлены подобные устройства. Воздух очистите. Обязательно нужно, чтобы обеззараживать все наши помещения, чтобы люди дышали уже без микробов. У нас стоят в палатах даже такие. Все обрабатывают и воздух чистый. Несмотря на оборудование станции приборами для обеззараживания воздуха, снижать контроль за соблюдением масочного режима в метро не собираются. Наоборот, его усилили. Работники метрополитена совместно с сотрудниками полиции на метрополитене регулярно проводят патрулирование, чтобы выявить пассажиров без средств индивидуальной защиты. Максим Магомедов, Григорий Плешаков. События. Сегодня лучше, чем вчера. В Самаре медики начали готовиться к оказанию первой помощи на современном уникальном VR-оборудовании. Специальная программа «Дополненные реальности» предлагает медикам сценарий, где, как и на практике, требуется незамедлительное решение. Подробнее Мария Левина. Они не понаслышке знают, что такое ненормированный рабочий день. Их смена начинается еще до первых лучей солнца, а заканчивается порой к началу следующего дня. Врачи скорой медицинской помощи в пандемию испытывают на себе колоссальную нагрузку. Ани Горибян заканчивает медуниверситет. Год назад пришла работать на станцию скорой помощи. До этого Ани несколько лет трудилась в реанимационном отделении. В день медик выезжает на 15 адресов. Когда ты приходишь в медицину, ты изначально готовишься к этому, ты знаешь, что будет тяжело, но это как ощущаешь свою обязанность выполнять это все. Поэтому интерес никогда не угасает. Так что всегда это остается главным. Вне зависимости от того, что тяжело, что не хватает свободного времени, что приходится не любить сон, где-то не покушать. Но все равно это того стоит. Чемоданчик с препаратами медики получают перед выездом. Важно быстро и внимательно проверить наличие всех необходимых медикаментов. Оперативность и отсутствие права на ошибку. Здесь у врачей компромиссов нет. Оттачивать мастерство врачи приезжают в свои выходные дни. Если раньше это приходилось делать на простых манекенах, то сейчас условия изменились. После теоретической части медики приступают к тренировке в VR-программе. С помощью дополненной реальности врачи имеют дело с реальным кейсом, который им предстоит решить за определенное время. К примеру, сейчас на экране задан сценарий, когда у пациента случился инфаркт, и у врача есть 10 минут, чтобы ему помочь. Точность работы вот этих джойстиков и шлема VR-а достаточно высокая. То есть порядком миллиметра расстояние и около нескольких сотых градусов по повороту. То есть, соответственно, программа создана таким образом, что она определяет правильность выполнения определенных манипуляций в начале диагностики, затем лечения препаратами. Точность именно техническая проблем не вызывает. В конце будет табличка, которая показывает ошибки, что правильно было сделано, что неправильно. Сразу после прохождения виртуальной программы медики перемещаются в абсолютно идентичную станцию, но уже реальную, где на роботе отрабатывают точно такие же действия, как и в программе. Робот имитирует естественные функции человека – дыхание, сердцебиение и даже дает реакцию на медикаменты. Например, у него может измениться давление. Всего в программе 10 сценариев. Ее писали 8 месяцев с экспертным участием врачей и только 4 месяца назад попробовали на практике. По ней учат студентов и действующих специалистов. Ее уникальность в основном заключается в том, что даже если есть какие-то близкие конкуренты, то у них нету каких-то четких более соблюдений шагов, чем у нас. У нас можно поднести руку, согнуть человеку ее, прощупать у него пульс, еще что-то. У них это происходит больше как командами. Мы даем виртуальному нашему, нашей помощнице команду, она это делает. То есть, ну, по сути, да, есть какое-то вроде бы участие человека, но с другой стороны ты все равно сам руками делаешь, ты просто стоишь и говоришь это. Так что, ну, с этой стороны наш, как сказать, он более интересен, он именно позволяет использовать VR на максимум. У нас идет именно проверка знаний человека на алгоритм, выработка у него навыков запоминания и повторение вот этих вот самых навыков, которые в последующем ему помогут как пройти официальную презентацию, так и оказать там саму помощь в жизни. В будущем разработчики хотят распространить программу по медицинским вузам страны и, быть может, за ее пределы. Мария Ильевна, Сергей Баскин, События. Далее вас ждут новости экономики. Их подготовила Светлана Кудрявцева. Светлана, вам слово. Здравствуйте, Виктория и уважаемые телезрители. Правда ли, что за год в России снизилось число безработных? Да, на 2 миллиона 800 тысяч человек. Но сначала о системе поддержки здравоохранения. Правительство выделило дополнительно 56 миллиардов рублей на поддержку системы здравоохранения для лечения пациентов от коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Необходимые документы подписаны, средства поступят в регионы. Люди продолжат получать лечение бесплатно по полису ОМС во всех субъектах, отметил премьер. Численность официально зарегистрированных безработных в России снизилась на 2 миллиона 800 тысяч человек по сравнению с сентябрем прошлого года, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. Минтруд России ранее установил максимальный размер пособий по безработице. В следующем году выплаты будут на уровне 12 792 рублей. Нигерия запустила собственную цифровую валюту. Электронная найра стала первой такой денежной единицей в Африке. По словам местных властей, введение цифровой валюты позволит упростить совершение платежей в стране. Запуск электронной найра станет шагом вперед в эволюции денег, отметил Центральный банк Нигерии. А вот цена самой популярной криптовалюты в мире – 4 миллиона 100 тысяч рублей. На днях биткоин обновил исторический максимум. Как эксперты оценивают дальнейшую судьбу цифровой валюты, расскажем в сюжете. Курс биткоина рухнул на 7%, но до этого показал рекордный рост. Впервые с апреля стоимость одной цифровой монеты достигла исторического максимума в 66 тысяч долларов. С начала октября стоимость самой популярной криптовалюты выросла в полтора раза. За последний период ярко выраженный положительный тренд складывается с сентября. Прирост стоимости составляет где-то 20% в среднем в месяц. Сейчас наблюдается коррекция рынка. Это означает, что крупные игроки фиксируют прибыль, выводят свои активы с криптобиржи. И как результат можем заметить незначительное снижение цены. Скорее всего, рынок пойдет в состояние флета, то есть цены будут в короткосрочной перспективе неизменными, а со временем могут постепенно начать снижаться. Для майнеров, так называют людей, которые добывают криптовалюту, такое движение цены существенно влияет на стоимость оборудования. Александр Блинков занимается майнингом уже давно. Говорит, раньше его ферма была больше, но июльские колебания курса вынудили продать несколько блоков. Теперь купить их не так просто. Стоимость растет пропорционально цене криптовалюты. Лет 5-7 назад он вообще ничего не стоил, и никто особо о нем не заморачивался. А за последние три года эта валюта выросла, и выросла, получается, с 10 тысяч до 60. И ниже 40 она точно уже не упадет. В любом случае она будет расти, потому что майнеры по всему миру покупают оборудование, все это делают, вычисляют, зарабатывают. Если сравнивать с предыдущим месяцем, когда биткоин по курсу был ниже, конечно, сейчас где-то выросло на 30%, то есть доходность снова, когда он снова попал сверху. Экономисты предупреждают, просчитать риски на рынке криптовалюты практически невозможно. Биткоин ничем не обеспечен, и его стоимость определяется настроением и ожиданием инвесторов. На курс влияет огромное количество факторов, и негативный информационный фон может стать причиной разворота положительного тренда. Например, в конце сентября цена биткоина снизилась на 25% из-за решения Китая запретить любые операции с криптовалютой. Тем временем американская валюта, как и европейская, растет в цене. Официальный курс доллара 69,81 рубля, евро 81 рубль и 2 копейки. Нефть марки Brent 84 доллара и 88 центов за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. До конца года представители малого и среднего бизнеса в Самаре могут рассчитывать на грантовую поддержку в размере до 300 тысяч рублей. Чтобы получить средства, предприниматели должны подать заявку в Департамент экономического развития, инвестиций и торговли. Подробнее Мария Левина. Игорь Иванов в бизнесе с 2017 года. Его фирма занимается закупкой и реализацией сырья для производства комбикорма. Когда узнал о возможностях грантовой поддержки в городском округе Самара, поспешил ею воспользоваться. С момента подачи заявки до получения средств прошло две недели. У нас своих оборотных средств не столько много. И вернуть проценты банковские, по сути мы взяли у банка деньги без процентов. То есть пользуемся ими. И имеем возможность вернуть эти проценты. Мне кажется, это хороший подспорь для малого бизнеса. В этом году на поддержку малого и среднего бизнеса в городском округе Самара выделено порядка 17 миллионов рублей. Эти средства предприниматели могут направить на погашение кредита. Обязательное условие – заем должен быть взят не раньше 1 января 2019 года. Кто может получить данное средство? Безусловно, это субъекты малого и среднего предпринимательства, которые находятся в реестре субъектов. Это те люди, которые работают и зарегистрированы на территории городского округа Самара. Гранты предоставляются до 300 тысяч рублей и кредит должен быть свыше 500 тысяч рублей. Почти 30 бизнесменов уже изъявили желание участвовать в получении грантов. Получить финансовую поддержку может любой предприниматель. Для этого нужно подать заявку в Департамент экономического развития, инвестиций и торговли до 30 ноября. Все выплаты бизнесмены получат до конца текущего года. Подробности можно посмотреть на официальном сайте администрации Самары. Мария Ильевна, Григорий Плешаков, События. Новый асфальт, дополнительные парковочные места и удобство для маломобильных жителей. В Самаре рабочие заканчивают ремонт улицы Ленинградской. В этом году ее обновят комплексно от улицы Куйбышева до Максима Горького. На каком этапе работы сейчас узнал Михаил Ермоленко. Улица Ленинградская в историческом центре Самары – место притяжения не только жителей, но и гостей города. К ее ремонту и содержанию приковано особое внимание. В этом сезоне улицу обновляют поэтапно и комплексно – от укладки асфальта до устройства пешеходных зон. На сегодняшний день рабочие как раз начали укладывать новое дорожное полотно. Используют только современные смеси. Сегодня выполняется работа по устройству асфальтобетонного покрытия ЧМА-16. Участок от Максима Горького до Куйбышева. Для того, чтобы обеспечить движение транспортных средств, укладываем по одной полосе. В этом году обновляют участок протяженностью 1,2 км. Кроме нового дорожного покрытия, после ремонта на Ленинградской появятся дополнительные парковочные места, уложат новую плитку, обновят дорожные знаки и разметку. А также установят новые тактильные указатели для слабовидящих жителей и модернизируют систему освещения. Установлены пандусы, еще также делаются дополнительные тротуары будут на этой улице, которые позволят беспрепятственно маломобильным гражданам и женщинам-детьми колясками спуститься или подняться по данной улице. Ранее на данной улице такого не было. В связи с большим количеством лестниц и перепадов делаются дополнительные. На всех этапах за ходом ремонта следят и представители общественности. Видно, что эта улица, а эта улица Ленинградская, она действительно продолжит славную традицию развития Самары как города туристической привлекательности. И региональный штаб Общероссийского народного фронта на каждом этапе строительства сопровождает. И мы все время наблюдаем за тем, чтобы это было качественно в срок и чтобы все пункты контракта выполнялись в полной мере. Комплексное благоустройство улицы Ленинградской планируют закончить к середине ноября этого года. Михаил Ермоленко, Максим Гусев, События. Далее коротко о других темах дня. Родителей или законных представителей детей. Более 20% жителей Самарской области приняли участие в переписи населения. Напомним, она продлится до 14 ноября. В нашем регионе задействовано почти 6000 переписчиков. Часть из них опрашивают людей на стационарных специально оборудованных участках. Другие с планшетными компьютерами обходят граждан по адресам для фиксации данных. В новых условиях переписчики должны соблюдать все меры безопасности, носить маски, перчатки и не заходить внутрь домов и квартир, а также еженедельно сдавать ПЦР-тестирование. Пройти перепись можно и самостоятельно через портал госуслуги. Каждый, кто имеет стандартную или подтвержденную учетную запись, может переписать себя и членов своей семьи. Самарским школьникам предлагают погрузиться в мир кино. С 8 ноября по 10 декабря в России пройдет ежегодная акция «Культурный марафон». Она посвящена кинематографу и приурочена к важной дате. 125 лет назад в России состоялся первый киносеанс. Дети и подростки смогут пройти мультимедийный онлайн-тест и ближе познакомиться с искусством, которое обычно не изучают в школах. Чтобы принять участие в культурном марафоне, нужно зарегистрироваться по ссылке. Присоединиться к проекту могут все желающие – учителя, школьники, родители. Каникулы, совпавшие с периодом нерабочих дней, долгожданное время для детей и беспокойное для родителей. После вереницы будничных дел многим взрослым непривычно оставаться надолго со своим чадом. Как проводить время вместе, используя, расскажет Ольга Хомаракулова. Провести выходные с ребенком и хоть немного отдохнуть – реально. Главное знать, чем занять свое чадо. Начните с игр, говорят эксперты. Кукольный театр, буквы на спине или тренировка ниндзя. Можно провести полноценный фестиваль диванных игр. Дети будут рады вовлеченности, а родители получат лишний час в горизонтальном положении. Устраивайте пикники, стройте шалаши. Причем делать это можно, не выходя из дома. Больше для подростков подходит или после начальной школы, становится психологом, а ты становишься клиентом. И ты подходишь и говоришь, что у меня настроения нет, постоянно не хочу готовить, с детьми не хочу уроки делать. Что вы мне подскажете как психолог? И ребенок начинает какие-то свои варианты подсказывать. И здесь здорово как раз, если есть какие-то сложности, разногласия, их озвучить. А вот старшеклассников на это время лучше занять подготовкой к экзаменам. Чтобы успешно сдать ОГЭ или ЕГЭ, на подготовку только по одному предмету уходит по полтора-два часа в день. Потому что любые долгие промежутки в образовании детей, соответственно, влияют на их общее восприятие предмета. Они часто забывают то, что они буквально изучали две недели назад. Что касается старших школьников, так как до экзаменов осталось всего лишь 30 недель, то эти нерабочие дни, этот перерыв, соответственно, поможет им ускориться в подготовке к экзаменам. То, что необходимо и старшим, и младшим в период каникул и нерабочих дней, грамотно организованный распорядок дня. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, ученики начальной школы должны спать не меньше 10-10,5 часов. А первоклассникам рекомендовано еще два часа дневного отдыха. Такие же нормы сохраняются и для учащихся пятых-седьмых классов. В восьмом-девятом классе норма сна 9-9,5 часов. Старшеклассники, выпускники и взрослые могут спать по 8-9 часов. Ну, говорят, что на гаджеты надо отвозить где-то 30-40 минут в день. Ну, может быть, чуть побольше им дать, чтобы они не нервничали. Режим. Все-таки надо придерживаться этого режима. И даже если ребенок на каникулах, ну, может быть, дать ему поспать на час-полтора побольше. Неплохо сейчас, вот в осенний период, детям предлагать витамины. Витамин Д детям. Детям постарше можно порекомендовать употребление цинка и селена как иммунопрофилактика. И самое главное, смотрите на все с оптимизмом. Период каникул и нерабочих дней – отличная возможность перезагрузиться и провести время вместе. Ольга Хомракулова, Сергей Баскин, Константин Головин. События. Самарский областной художественный музей подготовил выставку современных петербургских авторов – Ивана Дьякова и Анны Векслер. Из-за режима нерабочих дней учреждению культуры не принимают посетителей. Поэтому открытие экспозиции пришлось отложить. Однако съемочной группе ГИСа удалось встретиться с авторами работы и узнать, что ожидает зрителей в музее, как только он сможет открыться. Подробности у Марии Левиной. Иван Дьяков – художник из северной столицы. Уже несколько десятилетий он творит в технике горячей эмали. Мастера привлекают сложность процесса, уникальность и зачастую непредсказуемость результата. Сложная фактура дерева и металла дополняет и обогащает художественный образ в работах автора, который создает новую композиционно сложную, драматичную по содержанию и насыщенную по цвету реальность. У нас есть такое выражение у эмалиров в соавторстве с огнем. И даже в выставке так называется. Конечно, для художника эмалиера печь, которая разогрета до 850 градусов, является таким же важным инструментом, как краски, кисть. Как для программиста является его клавиатура. Для нас печь – это инструмент. Второй автор выставки – Анна Векслер. Работает с самыми разными материалами и техниками. От классического гобелена до коллажей и арт-объектов, в которых оригинально, а часто парадоксально соединяются текстиль, эмаль и стекло. Анна активно участвует в российских и международных выставках, а ее работы находятся в частных и государственных собраниях, как нашей страны, так и за рубежом. Изначально каждый художник, он, конечно, эгоист. И он просто хочет делать то, что он хочет. Знаете, как дитя. Вот я люблю это, я это делаю. Какую эмоцию получит, глядя на каждую работу, это все зависит лично от человека, к чему человек подготовлен, на что он настроен, что он может воспринять. Потому что один увидит зеленое на зеленом, а другой увидит целую историю мироздания. В экспозиции более 50 работ к открытию готовились два года. Мы очень тщательно подошли к экспонированию предметов. Ребята получили заранее чертежи залов. То есть все вещи здесь располагаются не случайно. Все это продуманный и очень сложный проект. Пандемия и ограничительные меры внесли свои коррективы. Авторы планировали, что выставка проработает до середины декабря. Но из-за введения режима нерабочих дней музеи оказались закрыты для посещения. Организаторы собираются продлить выставку, чтобы как можно больше самарцев смогли вживую насладиться искусством, как только эпид-обстановка позволит это сделать. Мария Левина, Василий Калдашов, События. На этом наш выпуск завершен. Все новости читайте на официальном сайте Самары Гисы в нашем телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Все вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok